Лондон опять попал под прицель террористов. В сегодняшнем выпуске мы раскроем детали происшествия, а также поговорим о том, как Трамп хочет спасать природу вне рамок Парижского соглашения по климату. Не переключайтесь. Прошедший уикенд в Лондоне вновь запомнится печальными событиями. В ночь на воскресенье 4 июня террористы напали на мирных граждан, переходивших через лондонский мост. Преступники въехали в толпу на автомобиле, а после трое вооруженных террористов напали на людей с ножами. К сожалению, теракт унес жизни семерых. 48 человек с тяжелыми ранениями находятся в госпиталях. За террористический акт в центре Лондона взяла на себя ответственность организация Исламское государство. На место происшествия в Молниеносном выехали сотрудники лондонской полиции. Началась перестрелка. Полицейским удалось задержать 12 человек по подозрению к подготовке к теракту. Однако вчера один из задержанных был освобожден без предъявления обвинений. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули. На данный момент под арестом находятся еще 11 человек, среди которых 4 женщины. Также недавно стало известно, что среди погибших оказались и граждане других стран, включая Канаду и Франции. В память о жертвах теракта Эйфелева башня в Париже погасила свои огни. Мэр французской столицы Энн Индальго в Твиттере сделала соответствующее заявление. Парижане находятся в эту минуту рядом с лондонцами. Наши мысли с жертвами их близкими. Трамп все-таки за спасение окружающей среды. На прошлой неделе россыпи возмутительных отзывов посыпались в ответ на заявление Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Однако уже сегодня американский президент предлагает альтернативу. Трамп считает, что климат, конечно, меняется. И это происходит неспроста. Все природные катастрофы связаны с загрязнением окружающей среды человека. Об этом заявила представитель США в ООН некий Хейли. Хейли также отметила, что Трамп осознает ответственность Соединенных Штатов и уже разрабатывает свой альтернативный Парижскому соглашению план действий. Пока никаких подробностей об американской стратегии спасения климата не сообщалось. Однако Хейли особенно подчеркнула, что выход США из Парижского соглашения по климату совсем не означает прекращение природоохранных действий Штатов. Просто Парижское соглашение слишком невыгодно для США. И на сегодня это были все новости. Наша команда продолжает держать вас в курсе всех мировых событий. До встречи завтра!